Всем привет! Слава Украине, слава Соединенным Штатам! Начинаем наш традиционный телемост Киев-Вашингтон. На связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, я вас горячо приветствую. Героям славы, добрый день. Андрей Андреевич, что-то не могу я понять. Вообще, что происходит? Надеюсь, вы нам сейчас все объясните. Смотрите, с одной стороны, мы видим, что никаких рисков, никаких страхов по поводу эскалации, оказывается, никогда не было. Смотрим на последнее решение, а это решение Джозефа Байдена, действующего президента, то мы лупим так по российской территории и, самое главное, уничтожаем новейшие российские системы вооружения. Это с одной стороны. С другой стороны, американская пресса пишет о будущем, точнее, избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Ну, там, две крайности. От того, что он нас вот прям уже слил, уже договорился с Путиным. Обычно российские оппозиционеры в кавычках эту тему отстаивают. Ну, или второй вариант, что мы просто такая ценная страна и важная, и, кстати, я тоже так считаю, что Трамп придет и порядок наведет. На каком мы этапе сейчас находимся? Ваше мнение. Ну, мы на том же, на котором мы находились в течение всего этого конфликта. Внутренние борьбы в западном мире в целом, в американском политике, в частности, в американской администрации, и уходящие и приходящие тоже. Но это состояние борьбы, оно не переносило нам достаточно удовлетворения. Мы знаем персонально людей в уходящей администрации, можем подвести итоги, которые были против Украины и которые были за Украину. И в результате результирующая была такая, что каждый новый этап технологической помощи мы после определенной борьбы получали, но все это было немножко поздно и немножко не в тех количествах. В результате, да, Украина получила оружие, чтобы не проиграть, но администрация Байдена нам упорно не выдавала оружие, которое необходимо было победить. В администрации Трампа очень сильны были голоса все время, до последнего времени. Ну и сам он отдавал должное этой риторике, что мы тратим деньги на Украину, когда надо заботиться о своей границе Южной. Да и вообще главный у нас противник Китай, с ним надо бороться, а Путина бы хорошо на нашу сторону переманить. Ну нужно поэтому пойти на какие-то уступки ему, чувствительные для него вопросы и так далее. Мы же знаем эту философию. Ну вот сейчас пришло пора решать. Я вот все время подчеркиваю каждый... По-моему, не было у нас с вами такого эфира, где я бы не говорил о наших лучших друзьях, трех республиканцах, как они сейчас все назвали в последних трех майках. Майк Маккоу, председатель комиссии по иностранным делам Майк Роджерс, председатель комиссии по обороне Майк Торнера, председатель комиссии по разведке. Это всегда были последовательные друзья Украины. Они критиковали за недостаточную поддержку Байденскую ситуацию и боролись с саботерами от крайних трампистов, которые полгода устраивали голодный паёк в Украине, и мы, помним, тормозили законы военной помощи. Я всегда говорил, что эти проукраинское ядро, республиканская партия, она скажет своё слово. Они не были активны во время избирательной кампании, но шла избирательная кампания. Они убеждённые республиканцы, несмотря на то, что они резко расходились с Трампом вопросом по Украине. И они не актуализировали эти разногласия в ходе этой программы. Но сейчас вот пришёл момент решать новой администрации украинский вопрос. И я считаю, что вот 21-го числа, это четверг, кажется, был, да, прошло историческое заседание Атлантик-Кансу. Ну, Атлантик-Кансу – это, если хотите, предбюро глубинного государства американского, вот таких рейгановских политиков. И предбюро поддержки Украины. Ну, я напомню этих замечательных людей, в Украине всех прекрасно знают. Амбассадер Джон Хербст, который был послом в Украине. Амбассадер Дэниел Фрид, давний друг в Украине. Амбассадер Вержбул, Александр Вержбул – это лидер. И вот этот Атлантик-Кансу создал специальное такое заседание, посвященное текущему моменту для политического взгляда новой администрации. Основным докладчиком был МакКол. Ну, давно я не испытывал такого эстетического и политического удовольствия, слушая его выступление, перечитывая несколько раз. Ну, в том числе потому, что он излагал основные тезисы моих статей и моих бесед, в том числе с вами, в течение последнего года. Он четко заявил, что темные силы мира, тоталитарные, авторитарные государства, Китай, Россия, Иран, Северная Корея, развернули мировую войну, ну, я ее называю четвертой, МакКол ее еще инерционно называл третьей мировой войной, против демократических государств мира, прежде всего против Израиля и Украины. Что эта война экзистциальная для Соединенных Штатов. Цель этих врагов Украины – Израиль нанести поражение и тем самым полностью дискредитировать Соединенные Штаты. Он делал это выступление в присутствии украинского посла. И он сказал очень интересную вещь. Я понимаю, что украинцы дипломатично не могут сказать некоторых вещей прямо. Я это скажу за них. Мы, Соединенные Штаты, по факту предали Украину того союзника, который сегодня сражается за нас, потому что падение Украины будет автоматически падением Тайвана и громадным успехом всех сил зла. Очень хорошо. Да, это было не выступление, а беседа. Ведущий был как раз Джон Храпст. И он очень интересно построил беседу. Он несколько раз задавал вопрос. А знаете, знаете, Майк, вот среди ряда ваших однопартийцев, республиканцев, существует такое мнение, например, что вот наш основной противник – Китай, и поэтому нам нужно все бросить туда, с Путиным лучше замилиться. И, а вы знаете, часть ваших коллег в Конгрессе считает, что мы тратим слишком много денег на Украину. Ну, вот он на этих коллег и набрасывался, и все эти аргументы разбивал. Ну, по Китай, он сказал, слушайте, я сколько раз встречаюсь с послами Японии, Южной Кореи, Тайване, они все в один голос говорят, остановите Путина, остановите Путина, потому что победа Путина, позор Америки, будет означать для Китая, что у него развязаны руки и для аннексии Тайвана, и для большего агрессии в Индотеханском регионе. Вот эти очевидные вещи надо было проговаривать, и Макков проговаривал, и он прямо, он очень уважительно говорил о Трампе, естественно, но по существу он один за другим разбивал все аргументы, которые в течение полугода произносились ближайшими соратниками Трампа. Но это был уже разговор не мальчика такого с просьбой великого императора, послух лейтенант, а человека, обладающего определенным ресурсом. Он дал понять, что мы сторонники Украины обладаем большинством в Конгрессе. Это раньше я вам говорил, Макков по скромности молчал об этом. Есть крыло такое крайне левацкое демократической партии, а не против поддержки Украины. Есть израционистская, он не сказал, трампистская, корреспубликанская крыло в республиканской партии. А мы центр, мы тот самый центр, который является носителем ценностей свободного общества, носителем глубинного государства. И мы большинство, и мы действуем. Они уже действуют. Ну, во-первых, один очевидный ресурс, который у них есть. Ну, Трамп там масса всяких фриков уже назначил на видные посты. Ну, среди них как раз два таких крайних фанатика антиукраинских. Это члены палаты представителей ГЭЦ и дамочка такая, члены палаты представителей из Гавайи, бывшая демократка, сейчас республиканца Тулуса Геберт. Но эти люди, они же проводили вот эту блокаду финансов Украины, они бегали два года последние по палате, по всем телевизионным станциям с клеветой на Украину. Ну, так что мы видим, какой результат. ГЭЦ уже снял свою кандидатуру. Ну, потому что... Я даже, видите, начал проверять эту информацию. Вы так сказали, снял. Снял. А почему снял? Потому что кандидатуру должны проходить утверждения в Сенате. Преимущество республиканцев небольшое в Сенате. У них 52 или, не знаю, там в одном стадии не закончилось, 52 или 53 Сената. Ну, демократы в качестве дисциплины будут голосовать против. То есть достаточно трех республиканских сенаторов, чтобы кандидатура не прошла. Я вам назову 10-15 республиканских сенаторов друзей в Украине. Ну, такие знаменитые, как Линдзи Грехом, например, человек очень близкий, кстати, к Трампу, но не по украинскому вопросу. или новый спикер, утвержденный Тьюн, сенатор. Там важные события происходили на фоне торжества трампистов. Было три кандидата на пост спикера, на пост лидера, на пост лидера, нет, не спикера, на пост лидера республиканского большинства в Сенате. Два из них трамписта, и вот третий Тьюн, он был замом сенатора МакКоннелла, который тоже был и остается на твердом стороннику краинта. Тьюн победил на этих выборах, но после чего Линдзи уже снял свою кандидатуру. Ну и уже убирая вас сто процентов, вот эта гавайская кошка, которую Трамп назначил руководителем всех секретных служб Соединенных Штатов, она не пройдет, конечно, на голосование. Кстати, сенаторы уже потребовали секретные документы ФБР на нее. Так что это было заявлением лидера, лидера проукраинского большинства в Конгрессе. Очень вежливая по отношению к Трампу, он сказал, что Трамп правильно поговорил с Путиным. Ну, кстати, закрывается вопрос, действительно говорил Путин или нет? Ну, раз уже официально сенатория, значит, говорил. Он сказал, Путин правильно сказал, Трамп правильно сказал Путину не идти на никакую эскавацию. А Путин его не послушался. Путин пошел на совершенно безобразную эскавацию и с корейскими солдатами, и с ударом этой ракеты средней дальности по Киеву. Днепру. Да, под Днепру, извините. Теперь, что значит конкретно подвигает Трамп? Собственно, во многом это речь обращена к Трампу, конечно. Все говорят, и, естественно, начнутся какие-то... Трамп хочет начать переговоры. Ну, мы знаем несколько вариантов переговорной позиции. Ну, два варианта таких классических, диаметрально противоположных. Один прекрасный вариант, мы с вами его давно обсуждали, я его называю вариант что же фамилия выскочила. Паса. Помпео Майк Помпео и Помпео Киссинджер. Помпео Киссинджер. Вариант, который Помпео выгибнул еще в июле. перемирие, замораживание конфликта на линии пресечения огня и фактически замораживание, значит, замораживается раздел Украины и на некоторое время и та часть, которая остается под контролем Киева, это 80%, принимается в НАТО. То есть, это называется отход от политики не принимать ни в коем случае разделенные страны, принимается разделенная страна в НАТО. Ну, как правильно еще Киссинджер отмечал, это был такой случай, это в 1953 году НАТО приняло в свой состав Западную Германию, ФРГ. И как правильно подчеркивали Киссинджер и Помпелло, и я это всегда люблю подчеркивать, они тогда не спрашивали у товарища Сталина разрешения. Вы не возражаете, товарищ Сталин, что мы приняли ФРГ в НАТО? Нет. Мы принимаем вот ФРГ в НАТО, и статья 5 означает работу, что любая агрессия против федеративной республики Германии будет встречена всей мощью всех членов НАТО. А что касается ГДР, то это мы никогда не Германия не признает навечно своего раздела, но будет добиваться это мирными средствами. То есть в отношении Украины это означало бы да, переговоры о линии прекращения огня, разведения стран, но никаких в принципе никаких это принципиальной позиции. Запад не может и сама Украина ни в какие переговоры с Россией входить о внутреннем устройстве Украины, о ее внешней политике, о ее союзах. Это не собачье дело. Государство, которое вторглось в Украину и совершило там массу военных преступлений. Но есть противоположный план. Пока он формальный план администрации это план Венса. Ну он начинается так же, все планы начинаются, замораживанные конфликты, а дальше идет длинный список, который первая фраза это Украина никогда там или на 20, или на 30, или на 10 лет отказывается быть членом НАТО. Вот это неприемлемо с самого начала. Это принципиальная позиция. согласие на то, что формально независимая Украина становится протекторатом России. Россия обладает каким-то правом вмешиваться в ее внутреннюю политику. А если она завтра захочет, что-то Россия будет иметь право снова перетратить это военным путем. Вот это два принципиально разные планы. И в своем выступлении Макоу даже не упоминая эти планы Бенса развивало точку зрения, что мы обязаны. Вот он в присутствии посол сказал, я еще раз повторю, что мы предали Украину, мы предали ее, когда подписали Будапештский меморандум. И она отдала все свои ядерные силы. Мы не можем предать ее еще один раз. Мы должны, если мы идем на перемирие и замораживание конфликта, то мы должны дать твердые гарантии Украины. Ну, эти такие гарантии даются фразу «Украина вступает в НАТО» не следует понимать буквально. Ну, потому что вступление в НАТО потребовало согласия и ратификации годами Венгрии и Словакии. Это нужно понимать ее не дают де-факто. Например, скажем, 10-15 ведущих стран НАТО дают Украине те же самые гарантии, которые дает пятая статья. Этого будет достаточно. И подкрепляют ее, соответственно, размещением оружия, возможностей вооруженных сил и так далее. то есть, да, замораживается конфликт, при этом замораженная часть Украины остается в руках России, но к этим 80% Россия уже не будет иметь никакого отношения. Эти 80% становятся интегральной частью системы Запада. Я думаю, расчет Макова и большинства Конгресса, он выступал как правоимеющий, он выступал как неформальный лидер, неформальный лидер вот этого проукраинского большинства Конгресса. Он, кстати, сказал, что он не будет петендовать в новом Конгрессе на роль председателя комиссии по иностранным делам. У меня теперь новая, более важная роль. Вот он имел ввиду эту свою неформальную роль. Вот я все время считал, что проблема в том, что кто-то на Западе должен быть человек, который 24 часа в сутки думает об одном вопросе, о победе Украины, так же, как мы с вами. Вот не было такого человека на Западе. Был коллективный Рамштайн, но коллективный Рамштайн, это так, Рихарин. А вот теперь будет человек Макоу, и он вот очень первое его выступление в этой роли было очень мощное и убедительное. Вот. Это мобилизация наших сил. В прошлый раз, по-моему, я заканчиваю свое выступление, перечисляя наши активы дипломатические. Но первым я считал этот актив, это республиканская, республиканцы как часть проукраинского большинства в Конгрессе. Этот актив проявил себя самым ближайшим ближайшим образом. После чего в наших терминах Мако обрисовал всю картину идущего сражения Четвертой мировой войны, сказал, что Украина и Соединенные Штаты должны победить. И, по существу, закончил фразой, но не обращал ее лично к Трампу, но он сказал, что каждый из нас должен ответить себе на вопрос «История запомнит его как Чемберлена или история запомнит его как Черчилля?» Но в первую очередь, конечно, это относится к господину Трампу. Но мне, и когда я написал в Твитте, так положительно, у меня поступила такая реплика, «Да дело в том, что Трамп не знает, кто такие Черчилль или Чемберлен?» Я написал, неважно, неважно, зато об этом знает большинство Конгресса и будет действовать этим. Вторым нашим активом я назвал Европу. И этот актив тоже действует очень аналогично. Еще несколько месяцев назад во время первых таких неожиданных для выступлений Макрона, когда он говорил, что не исключает отправку французских войск. Кстати, он это сказал и на днях снова, и французских, потом французских самолетов с пилотами сформировался такой... Андрей возрождение альянс кардиал, сердечного антант, антант кардиал по-французски, сердечного союза между Францией и Англией, как раз прежде всего по вопросу Украины. С тех пор пришло другое правительство. Были некоторые опасения, вот ли баллисты, они традиционные, более левые, более голуби. Нет, Англия остается Англия. Англия с самого начала играла ведущая, вспомним, огромные роли Бориса Джонсона в первый год войны, когда в американской администрации шла такая борьба между друзьями и противником Украины. Борис сыграл решающую роль влияния на Байдена. Так вот, эти встречи Стармера и Макрона становятся регулярными, чуть ли не каждый день. Или по телефону разговаривают, или встречаются. И каждый день с требованиями к Соединённым Штатам они требовали дать разрешение. все более решительно становится их риторика по поводу Украины. Главное, они проговорили, проговорили основной вопрос, но который как бы все стесняются. Вот Путин угрожает ядерной войной. Но вот что? Вот действительно, отчёт узнает, а вдруг он жахнет. Что мы тогда, как мы тогда пойдём? Но они, каждый из них произнёс этот аргумент, который мы с вами несколько раз обсуждали здесь, что этот шантажист угрожает ядерной войной. Но нельзя перед ним отступать, потому что если вы отступите под угрозой ядерной войны, вы сдадите ему Украину, то следующий он пойдёт дальше. Он сломает вас просто до конца. Другое дело, я объясняю, я по-прежнему остановлюсь при своём мнении, что это чистый шантаж и никакую ядерную войну не пойдёт. Но даже если есть минимальный шанс, с ней нужно соглашаться, потому что уступить ему это уничтожить себя навсегда. Вот это рассуждение необходимое, оно чётко проговаривается и англичанами, и французами, и в общем Мако его приветствует и предлагает Трампу занять ту же самую позицию. Вот интересно, смотрите, все трамповские люди, включая прежде всего подлеца его сынка, они все высказались самым гнусным образом в отношении к Украине, Украина это нахлебник, мы не должны тратить деньги, выбрасывать и так далее, а Трамп молчит, Трамп молчит. Видимо, это молчание означает, что он вынужден считаться с этой силой в Конгрессе, где по вопросу Украины Конгресс обладает большинством, украинская фракция, объединенная МАКО, много времени посвятила, там, в своем комитете мы выработали вот это единство демократов и республиканцев по этому вопросу, и мы будем всегда его придерживаться. Ну, поэтому вырисовывается такой достаточно оптимистичный сценарий. Когда начинаются эти переговоры, Трамп предлагает не вариант Венса, это просто не позволит ему сделать люди Мако большинство в комиссии, а вариант Помпео. Путин не соглашается, но тогда извините, тогда работает план победы той же группы Мако Роджа Саттерна, того же Макрона Стармена и того же, тех же изменяясь Пьянковского Ассамблеха, который разрабатывает этот план в течение уже нескольких месяцев. Или Путин принимает вот тот план, который решает историческую задачу для Украины. Украина впервые за последние 500 лет доминирования Московья становится абсолютно независимым от Москвы государством и более того интегральной частью общей системы обороны. Но потеряв, как мышка выскочив из капкана, потеряв временно 20% территории, никуда эти 20% территории исторически не уйдут. Но на это еще должен Путин согласиться. По-моему, он все-таки себя, он не сумасшедший, ядерную бомбу не бросит, но подзавел он себя несколько риторикой и откажется от этого плана. Но тогда вот это оптимистический сценарий. Но есть сценарий Б, а если все-таки, если все-таки, несмотря на все, более чем ясно выразил свою позицию и своих сторонников Макоу, но если Трампа все-таки примет позицию, ну вот, хотя, как вы понимаете, если эти люди уже будут выкинуты из Конгресса, Грент, Стольбе, своего сынка и так далее. Ну, предположим, сейчас я, это весьма вероятно было еще несколько недель назад, я вот все время ждал выстрела вот этой группы трех майков, они выстрелили наконец. Но, предположим, худший вариант, в общем, Трамп, Украина, конечно, послала Трампа с планом Венса, и он прекращает помощь военной Украине. Я думаю, что здесь Европа созрела сейчас для драматического варианта, тем более, это не только Европа, это не только Европа Макрона и Старма, не только Европа, нужно еще через два месяца это будет Европа, Германия будет Мерц, последний сторонник Украины и жесткой линии по отношению к имени, это будет Германия, Франция и Великобритания, которые займут очень твердую позицию в отношении России, тем более, что для них абсолютно ясен будет вопрос, что все кончились времена американского зонтика, Трамп предал Атлантическое единство, Европа должна защищаться самостоятельно, как же и НАТО тогда поднимаем, а какой же НАТО, если главный его член, тогда я считаю, что в этом варианте появится новый вариант, новая концепция, европейская армия, они объявят тогда, они 50 лет, 70 лет говорили о европейской армии, потому что они всегда были немножко подозрительны, всегда ли будет нас защищать Америку, но все эти планы проваливались, ну, пока жареная петуха не... Ну и Америка не буксовала так. Да, и да, да, так не буксовала, хотя сомнения были всегда, но будет ли американцы умирать за Берлин. Да, так вот, тогда будет объявлено создание европейской армии, и первая часть этой, просто сбройные сил Украины будут частью этой европейской армии. Она и сейчас уже, европейская армия есть, и я повторю еще, я, кстати, Макоу тоже повторил в своем выступлении мой излюбленный аргумент, когда он критиковал беспомощную до сих пор оппозицию НАТО, что за 75 лет в стране НАТО впервые кто-то выполняет ее функции. Украинская армия выполняет функции защиты Западной Европы от восточных ворот. Так вот, тогда западные страны, ну, прежде всего, это ядро трех мощных государств, Германии, Германии, Франции, Великобритании, потом тоже очень серьезные военные отношения государства Финляндия, Швеция, Польша, Румыния, они объявляют создание европейской армии. И Украина, кстати, и Украина, да, четыре очень мощных военных державы, Германия, Украина, Франция, Великобритании и от ярких таких второго ряда военных держав. Создается европейская армия, которая будет защищать Европу. В общем, есть у нас сценарий А и сценарий Б, и за прошедшую неделю эти контуры, этих двух механизмов победы Украины над восточными воровами, они обозначились достаточно явно. Андрей Андреевич, так глубоко вы копнули, но давайте вот я все-таки вернусь к своему первому вопросу. Почему действующая администрация перестала бояться эскалации? И при этом, как вы справедливо заметили, Трамп молчит, никаких комментариев нет. Я так понимаю, от его команды из серьезных людей было заявление только Майка Уолца, это потенциальный помощник президента по вопросам национальной безопасности и обороны, он там перечислял вот эти вот опции, что это эскалация, удары по российской территории, это эскалация, но он не говорил, что это плохо. То есть, он фиксировал данность, насколько я понимаю, и хвалил Байдона за то, что тот разрешил противопехотные мины активно применять против российских захватчиков. Так вот, что случилось? И вот у меня иногда складывается мнение, хочу вас услышать, что по большому-то счету, да, есть борьба разных фракций, на то она и демократия, чтобы было много голосов, но на Штаты свой интерес четко бледут, извините, и будут продвигать дальше. Ну, потому что, вот я сказал, что это уже проговорили англичане с французами, ну, это простая ойка, слушайте, люди, ну, сколько можно ему уступать? Он махает ядерные что требует сдать Украину? Ну, сдадим ему Украину, он потребует дальше доберется до нас. Надо идти на этот риск. Риск маленький, но он существует, надо его идти, потому что не идти, это значит все. Сказать, что мы ничтожество, пожалуйста, делайте с нами, ходите. Кому? Грязному гопнику, который на конвенциональном уровне знает прекрасно, помните его выступление 20 раз я повторял на пресс-конференции с Макон, да, мы понимаем, что мы выступаем на конвенциональном уровне, но у нас там чудо, оружие, аналогов нет, он во что-то сам верит, понимаете? Вот когда он рассказывал про это свой Орешник, он верил, что он подчеркивал дурачок, гиперзвук, гиперзвук, но это вообще бред. Орешник, это баллистическая ракета средней дальности, это средняя дальность квалификации от 1000 до 5000 километров, поэтому ее нельзя назвать межконгентальным, межконгентальным это большее, которое по Америке, но это как раз те же самые ракеты, которые СС-20, которые, помните, это конфликт, которые удаляли по Европе, и в конце концов вынуждены были мы их уничтожить, так же, как американцы уничтожили в ответ першинги, которые они развернули. Обычная ракета, когда баллистическая ракета летит, и она на входе уже к цели, на пути к цели входит в атмосферные свои, она всегда по законам Ньютона летит с гиперзвуковой скоростью 8-10 махов, никаких устройств для этого, это законы баллистики, Ньютон мог еще посчитать это в 17 веке. Ему его научили, что слово гиперзвук обладает какой-то уникальностью, и вот Соловьев, и Соловьев, и Путин, у них такая слабость, они все время стращают каким-то гиперзвуком, у нас гиперзвук, у них нет какого-то гиперзвука, вот, ну, может, да, ну и потом, я же участвовал в этих дискуссиях всех здесь, ну что, во-вторых, что, что бояться, я уже объяснял причины, по которым Путин не нанесет удары. Одна из них была, что у него нет кнопки, это не то, что нажимаешь кнопку, и война. Там нужно содействовать, там, десятка офицеров, и все не сойдут с ума. Но есть еще другой аспект, ну, предположим, все офицеры выполняют все его инструкции. Нет такой кнопки, вот, которая бы, нажали бы, и на другой стороне нажали бы кнопку, и все, и мир бы исчез. Общая ядерная война. Эти сценарии, сценарии, такой, ограниченный сценарий, возможной ядерной войны, не широко прорабатывались в 80-х, 90-х годах. Можно, желающие могут найти, почитать, у меня была монография «Ядерное оружие», его применение в 20-21 веке. Можно найти по интернету. Так, как будет развиваться любое ядерное оружие? Будет нанесен какой-то первый удар. Ну, предположим, Путин сошел с ума, он нанесет какой-то первый удар. Разумеется, это не будет удар по Соединенным Штатам. Но это будет, наверное, или по Украине, или по какому-то европейскому городу. Ну, а дальше будет, то есть, война будет развертываться, как некий обмен ядерными ударами. И после каждого удара возникает новая ситуация. Я думаю, что, скорее всего, это будут два-три удара. Ну, потому что после первого удара ядерного путинского, я думаю, там уже давно просчитаны все ответы. И, конечно, ответ на первый удар включает физическое уничтожение Путина. То есть, после первого удара Путина не будет, второй, третий, четвертый придется наносить другим людям, и у него будут уже совершенно другие установки. Так что, по большому счету, да, это неприятно, это неприятно, но гораздо более неприятно это позор всего Запада раздвинуть ручки, ножки и отдаться Путину из-за того, что он какой-то маленький янер махает. Я думаю, что вот этот психологический процесс прошел в западных головах, и, скорее, вы правы, что и в тех, и других. Ну, вот, если такая считалась пока конспирологическая теория такой договоренности, синхронности между Трампом и Байденом, но вот после выступления Маклова, Маклова предложил модель, предложил Трампу быть Черчиллем фактически. Кстати, еще, чем мне понравилось, он так же, как и мы с вами, ненавидит Селивана. Он несколько раз лично по нему прошелся. И я не помню, это уже было после нашего последней встречи, он отвратительное заявление сделал. Мы дали украинцам все. Мы дали им Хаймерсы, Джавелины, Абрамсы, F-16, но они ничего не могут сделать. Они не «Давайте больше людей». это Маклова как раз подчеркнул, украинцы пролимают кровь за нас. И это сытая сантиметра, которая выдает через пипеточку оружие, она еще рассуждает, что украинцы плохо сражаются. Нет. Это три больших предателя на Западе отношения в Украине. Это Бернс, это Селиван, и это до сегодняшнего дня Трамп. По-моему, Маклова очень дипломатично, очень заботливо и умно предлагает Трампу выйти, сбросить шкуру Чамберлена и одеть доспехи Черчилля. Вот к чему обратился Трампу один из ведущих лидеров его собственной партии. И это очень важное событие. Андрей Андреевич, я тут заметил, что, казалось бы, прошлая неделя она прошла под знаком Оречника, а мы этот термин использовали только на один раз и то очень-очень миликом. Я правильно понимаю, что вот это выступление ВВХ, то, что он называет испытание, что у меня таких ракет много, мы все поставим их в серию на боевое дежурство, они средней дальности, но эффект от них стратегический, что это сначала все так испугались, потом все проанализировали и начали лупить по Курской области. Там вчерашний удар как раз собственно говоря ракетами я так понимаю все таки атаками туда прилетел именно в кассетном исполнении, поджигал эти С-400, убили российскую обслугу этих комплексов, все это уже зафиксировано, то есть сказали Путину идти с его Орешником в лес, так получается? Орешник он бессмыс тот же Южмаш, я не знаю что они там сделали, я далеко не уверен что он уничтожен, тот же ущерб Южмашу можно с меньшей помпой было нанести обычными бомбами, которыми Харьков. Он же Орешник только применили для своего ядерного аспекта, что вот видите это оружие которое можно запугать ядерный морок, а получилось все, ядерный шантаж, ядерный морок прошел, готовы, да, во-первых мне кажется сейчас коллективный разговор идет из Вашингтона Лондона Парижа и надеюсь и от Байдена и от Трампа что да, мы слышим тебя скорее всего ничего не сделаешь но если ты нанесешь какой-то один удар дрожащими ручонками мы тебя убьем и все и на этом все кончится. вот так вот слушайте Андрей Андреевич мне кажется вот это надо проговорить может быть нас кто-то из России слышит ну вот они там у них пропаганда Путин великий весь этот бред ну что получается они с одной стороны рассказывают что они воюют с НАТО но собираются бить ядерной бомбой по Украине так вот этим российским населению надо сказать но НАТО будет бить по вам со всеми последствиями если кто-то думает что только мы тут будем умирать то это ошибочное мнение нет убивать его будут не за удар по какому-то объекту в Украине убивать его будут просто за прецедент использования ядерного оружия за это его убьют с запасом конечно ну и достанется россиянам Андрей Андреевич скажите пожалуйста вот вы с ракетной темой все-таки изучали этот вопрос вы рассказывали нам в институте по как раз по штатам вы не знаете кто придумал что еще в годы холодной войны ракеты которые нацелены американские на Москву кто их назвал трезубцем трейдент сейчас вторая литерация трейдент 2 подводные ракеты на подводных лодках не помню вы думаете это совпадение я просто к тому что я посмотрел тоже такой мультик на эту тему как ракеты трейдент 2 стартуют с подводных лодок и прямиком своим ходом в среднем без мегамахов уничтожает Москву и это мне кажется ну некая ирония судьбы что эти ракеты полетят в случае как раз трейдент в случае в ситуации если Путин попробует вот наш наш трезубец наклонить в этом месте какая-то существует да никто не мог предполагать тогда сценарий ядерной войны между Российской Федерацией и Украинской Советско-Социалистической республикой когда присваивали американские ракеты имя трейдент Андрей Андреевич мне кажется мы с вами прекрасно поработали я хочу вам заметить что если неделю назад я говорил что мы еще с Трампом поработаем а вы говорили что ну все сложно я согласен все сложно но мне кажется сегодня у вас оптимизма тоже больше по поводу новой администрации которая сейчас формируется нет Мако Мако гениально ну кстати немножко холодного душа он он сказал да он как хозяин излагал у меня большинство в конгрессе и он дальше пошел а кроме того таких же ну фактически он сказал так мои точки зрения разделяют некоторые члены комбинета и он назвал назвал Рубева из страны где и вот Вилтс ну вот я как раз потом пробежался по высказываниям Вилтса но они как бы не очень вдохновляющие были они скорее так вот в чем но это очень важно он же не мог это сказать не поговорив с ними ясно а в чем проблема проблема Рубева Вилтса и почему почему они считали даже я кстати вы мне по моему в прошлый раз говорили даже что вот у него уже помпевы они всегда были проукраинскими да они были очень проукраинскими Рубер вообще был ясно но его сломал Трамп на дебатах 16 года и с тех пор как бы Рубер встал в пользу подчинения и вот весь этот избирательный цикл он стоял в этой позе но на него больно было смотреть что по Украине он всегда как заученный по отчебнику отвечал во теми же ну не так сочно и смачно как сынок Трампа ну вот так вот много денег тратим надо надо границах да более того во всех голосованиях решающих пакета помощи Украины голосовал против Рубер и Волтс то же самое потому что он очень хотел стать один один форен-секретарь а другой советник по безопасности поэтому меня это немножко насторожило ну да они склонились перед Трампом но а если Трамп склонится перед перед Макком Роджер Миттерн но они с большим удовольствием будут выполнять ту же проукраинскую повестку дня Андрей Андреевич ну вообще конечно очередной раз убедился в ходе нашего стрима что Украина была есть и будет да безусловно украинская что украинская Продолжение следует...